Для каждого трейдера очень важно качество делинга брокера. Ранее судить о нем можно было лишь по отзывам трейдеров. Кто-то жаловался на проскальзывание, а кто-то на нерыночные котировки, кто-то на задержке с выплатой профита, а кто-то на грубость менеджеров компании. Составить общую картину было достаточно сложно. Необходимо было обладать множество форумов, все суммировать и анализировать. Требовалось немало времени. Сегодня всю информацию можно узнать на сайте Академии трейдинга Мастер Форекс В. Эксперты Академии регулярно обновляют международный рейтинг брокера Форекс. Он составлен на основе отзывов трейдеров по 15 показателям, в том числе к качеству дилинга. В рейтинге представлены данные по трем сотням брокеров со всего мира. Согласно последнему голосованию трейдеров, самое низкое количество баллов до качества дилинга в международном рейтинге получили компании Форекс Клуб, Эдмирал Маркетс, Финам, FX Pro Group LT, Лайт Форекс и Альпари. Вот, к примеру, фото нерыночного сбития стопов лидерами черного списка брокеров компаниями Альпари, Брока, Саксабанк. С таким качеством дилинга очень сложно следовать выбранной тактике ведения торгов. Эксперт Академии трейдинга Мастер Форекс В. Евгений Ольховский поясняет, в основном трейдеры жалуются на работу торговых терминалов, зависание, сбои, проблемы со связью. Такие претензии были высказаны дилинговым центром Лайт Форекс, Альпари, Юнайтед Морд Кэпитал, Эдмирал Маркетс. Невыплату профита, Айкон Групп и Брока. Проблемы с использованием ордеров, работе групп технической поддержки, дилинговые центры Альпари, Лайт Форекс, Форекс Клуб. А вот в тройку лидеров по наилучшему качеству дилинга попали следующие компании NordFX, Фиба Групп и Форекс Ком. Высоких оценок заслужили также брокеры Форекс Тренд, Микбанк, Экснес, Дукас Копи Эсей и компания Фрэш Форекс. С вами была специальный корреспондент биржевого лидера Мастер Форекс В Виктория Масунова.